Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа. Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа 7.4.1.2019 года. Обновлено. 7.22.1.2019 года. РИА Новости. Илья Питалев. Строительство газопровода «Северный поток-2». РИА Новости. Илья Питалев. Строительство газопровода «Северный поток-2». Архивное фото. Москва, 1 НО и Ария Новости. Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита российского газа составит 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Такая оценка приводится в пресс-релизе Национального банка Украины, посвященном прогнозам роста экономики страны. Согласно базовому сценарию регулятора, объем транзита сократится с примерно 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд в 2020 году и 30 млрд в 2021 году. При этом ведомство рассматривает и альтернативные сценарии, которые предусматривают как увеличение, так и снижение объемов транзита. Вчера, 0,1 2 иточие 0,7 РИЯ Новости. Германия и Украина хотят достигнуть соглашения с Россией о транзите газа. Благодаря транзиту газа Украина получает около 3 млрд долларов США в год, напомнили в ведомстве. Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом, констатировали в Нацбанке. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в ЕС через Украину, но пока безрезультатно. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее назвал три ключевых условия для пролонгирования транзита – обнуление судебных претензий «Газпрома» и «Навтогаза», определение нормативной базы контракта на транзит, а также конкретика в поставках и их объемах. 29 октября, 042.24. Депутат Рады предсказал поражение Киева в случае газовой войны с Россией. В настоящее время в обход Украины прокладывают газопровод «Северный поток-2» с пропускной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические озоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Планируемые сроки завершения строительства конец 2019 года. В минувшую среду стало известно, что Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом, было устранено последнее препятствие для реализации проекта. В то же время идет строительство газопровода «Турецкий поток», состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. Вчера, 00.32 Рея Новости Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной.